Предновогоднее настроение в столице совсем не расхолаживает строителей столичной подземки. На будущей Калининско-Солнцевской линии метро начался новый ответственный этап работ. Специалисты приступили к прокладыванию второго тоннеля от станции Раменки до Ломоносовского проспекта. Открыть платформу обещают уже в 2015 году. Денис Восковский побывал на строительной площадке. За пять месяцев был полностью построен левоперегонный тоннель длиной 1217 метров. Затем проходческий комплекс разобрали, вернули в исходную точку и 13 декабря начали строить правую часть маршрута. Открытие станции Раменки запланировано на 2015 год. К тому же времени обещают закончить работы на станциях Ломоносовский проспект и Минская. Подземку мелкого заложения строят ударными темпами. Стандартный столичный проект. Два подземных вестибюля с подземными пешеходными переходами на обе стороны Мичуринского проспекта. Но это лишь часть из запланированного. Строительство Калининско-Солнцевской линии должно изменить транспортную ситуацию сразу в нескольких районах. Раменки, Очаково-Матвеевское, Дорогомилово, Ломоносовский и Гагаринский. Улучшится и экологическая обстановка за счет снижения интенсивности трафика. Разгрузится Сокольническая линия. Темпы строительства не снижают даже зимний период. Рабочую атмосферу поддерживают при помощи промышленных обогревателей. Естественно, что температурно-влажностный режим нужно поддерживать нормально. Техника должна работать в нормальных условиях, которые должны соответствовать паспортным данным. Соответственно, для этого применяются различные теплогенераторы. Бригадир Виктор Рабый недавно вернулся из заграничной командировки. Прокладывал тоннели для стамбульской подземки. По словам метростроевца, особенных различий не заметил. За исключением того, что рельсы турецкого метро по требованию заказчика монтировали под Босфорским проливом. Один тоннель проходили под этим, под Босфором. И все. Три с половиной километра. Ну да, ушли, грубо говоря, вот как здесь и на 140 метров. Машина такая же, принцип работы такой же. Только, знаете, порода другая и все. В столице каменистый грунт – редкость. Московский суглинок поддается хорошо. В ближайшем будущем метро появится в Солнцево и Новопеределкино. Денис Московский, Александр Горох, Максим Брысин, Москва, 24.